Всем привет! Мы изучаем биологию. Биология это наука о жизни. И всегда стоял такой вопрос, что такое жизнь. И по мнению одного из немецких деятелей Фридриха Энгельса, жизнь это форма существования белковых тел, которые взаимодействуют с окружающей средой. То есть он считал, что белки являются основой жизни. И это сегодняшняя наша тема. Белки. Чтобы рассказать о белках, давайте посмотрим два аспекта. Это их свойства и их функции. Начнем с их свойств. Свойства белков у нас такие. Во-первых, белки состоят из простых органических веществ, которые называются аминокислоты. То есть по своей структуре белки являются биополимерами. То есть сложными органическими веществами, которые создают из простых органических веществ. На данном случае аминокислот. Живые организмы используют 20 разных типов аминокислот. И белок, любые белки могут быть разной длины. То есть, например, у человека самый маленький белок это примерно около 40 аминокислот. Самый большой это около 36 тысяч. То есть представьте, какие комбинации вы можете создать, даже если белок длиной несколько тысяч из 20 разных аминокислот. То есть как раз вот это разнообразие аминокислот и разная длина белков как раз позволяет создавать различные формы жизни. Белки являются основной биологической молекулой, которая имеется в составе живых организмов. То есть первое свойство это состоят из аминокислот. Далее, то есть хотя белки представляют собой цепочку из аминокислот, эта цепочка имеет определенную форму. То есть она может сворачиваться в клубочек, либо иметь форму такого длинного волокна. То есть по своей форме белки бывают шарообразные, или их по-другому называют глобулы. Либо могут быть в виде волокна. То есть вот такая вот длинная нитка, это у нас волокно. И вот такая вот форма как раз влияет на второе свойство белков, это растворимость в воде. В основном глобулярные белки, которые в виде шарика, они растворимы в воде. И те, которые волокнистые, они нерастворимы в воде. И как раз из их свойства растворимости в воде вытекает их функция. То есть какие функции они выполняют. Давайте перейдем на второй аспект. Это функции. И самая важная функция белков, это строительная функция. Первая функция строительная. То есть все клетки состоят на 70% из воды и на 20% в среднем из белков. То есть белки составляют большую массу среди органических веществ клетки. И, например, возьмем один из самых основных строительных белков в теле человека. Это коллаген. Коллаген это белок, который позволил живым организмам, именно животным развиться до тех форм, которые существуют сейчас. То есть как раз коллаген является основным строительным белком в опорных тканях. То есть это экзоскелет у насекомых, у беспозвоночных и внутренний скелет и кожаный покров у позвоночника. То есть наши кости на 29% в среднем состоят из коллагена. И кожа в основном тоже состоит из коллагена. То есть как бы это основной строительный белок в нашем теле. Далее. Вторая функция, которая у белков очень важна, это ферментативная. Тут такой вот вопрос. Что такое фермент? Фермент это молекула белка, которая является катализатором биохимических реакций. То есть наше тело, наши клетки работают по принципу превращения органических молекул. И получается превращения эти являются биохимическими реакциями. Происходят они сами по себе очень медленно. Для того, чтобы их ускорить, необходим специальные молекулы, катализаторы, которые создают идеальные условия. Это как раз ферменты. И у разных ферментов разные функции. Например, возьмем такой фермент, как пипсин. Который выделяется нашим желудком. И он позволяет разрушать белковую пищу, которую мы поглощаем. То есть желудок, помимо того, что он выделяет кислоту, он еще и выделяет пипсин. Который позволяет нам переваривать белки, которые попали вместе с пищей. Далее, третья функция важная. Это у нас транспортная. То есть из названия выходит, что определенные белки могут переносить какие-то вещества. И самый яркий пример этого у нас является гемоглобин. Основной белок крови, который отвечает за транспорт кислорода по всему нашему телу. То есть благодаря гемоглобину наши клетки могут получать кислород из наших легких. То есть наше тело дышит благодаря тому, что гемоглобин разносит кислород по нашему телу. Четвертая важная функция это защитная. И здесь тоже вот такой пример, который возьмем, это антитела. Антитела это специальные белки, защитные белки, которые могут распознавать разные мишени. И за счет того, что наше тело может вырабатывать новые антитела, когда мы встречаем какой-то новый патоген, то есть когда мы заражаемся новой бактерией или вирусом, наше тело пытается подобрать специфические антитела. И с помощью этих тел антител атакует этот патоген и не позволяет ему размножаться в нашем теле. Таким образом у нас появляется иммунитет. И следующая функция, которая очень важна, это регуляторная. То есть это белки, которые регулируют обмен веществ в нашем теле. И среди них самые важные это гормоны. Например, гормон, белковый гормон это инсулин. Который отвечает за потребление нашими тканями глюкозы из крови. То есть когда мы съедаем пищу, глюкоза попадает в кровь. И наша поджелудочная железа выделяет инсулин в кровь. И этот инсулин дает сигнал нашим тканям, что имеется глюкоза, которую они могут потреблять. И например, скажем, у людей, у которых поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин, развивается болезнь сахарный диабет. То есть сахар не попадает из крови в ткани их тела. И следующая функция, которая важна, это сократительная. Почему я это говорю? Потому что основная масса белков в теле человека приходится на кости, но еще большая часть приходится на мышцы. И как раз мышцы, а именно мясо, которое мы называем, оно в основном состоит из белков. И основные белки там это актин и миозин, которые отвечают за сокращение мышц. То есть за счет вот этих белков наши мышцы могут изменять свой размер, и соответственно мы можем приводить в движение наше тело, и даже наше сердце оно может сокращаться за счет этих двух белков. Еще кроме этих шести основных функций есть другие функции. Например, белки могут выступать в качестве пигментов, могут белки являться запасом энергии, либо запасом каких-то органических веществ. То есть многообразие функций белков достаточно широкое. Но в общих чертах это у нас все. Давайте пройдемся обратно. То есть белки это у нас основные органические вещества, которые состоят из аминокислот, имеют разные формы, такие как шарообразные глобулы или волокна. И, например, из-за формы они выполняют различные функции. То есть волокна выполняют в основном строительную функцию, например, коллаген. Ферменты ускоряют биохимические реакции, позволяют, например, нам переваривать пищу, как пепсин. Имеются транспортные белки, такие как гемоглобин, которые могут переносить кислород. Защитные белки, которые позволяют нам бороться с различными патогенами. Регуляторные белки, которые контролируют наш метаболизм, например, гормоны инсулин. И сократительные белки, которые позволяют нашим мышцам сокращаться. Ну, в общем, это всё. Если у вас имеются вопросы, пишите в комментарии. Я с вами прощаюсь. До следующего урока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok